Слияние веры и искусства лучших белорусских звонарей собрал шестой фестиваль колокольного звона «Строчицкие перезвоны». Праздник колокольной музыки состоялся под Минском на базе музея под открытым небом. Фестиваль собрал много семей и подарил минчанам и гостям столицы незабываемые эмоции. В числе благодарных зрителей оказались и наши корреспонденты. Насладиться звуками колоколов и попробовать себя в роли звонаря. Шестой ежегодный фестиваль колокольного звона «Строчицкие перезвоны» состоялся на базе Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта под Минском. Праздник направлен на возрождение в будущем уникального явления – храмовой колокольной музыки. Фестиваль «Строчицкие перезвоны» важен тем, что собираются звонари со всей республики. Мы слушаем друг друга и учимся друг у друга. Хотя, казалось бы, все учились, все прошли школу звонарей, ну кто-то учился раньше, кто-то позже. Но, исходя из того, что у каждого свой музыкальный инструмент, своя колокольня, свои какие-то ритмические наработки появились. Просто элементарно, свой жизненный опыт. И слушая друг друга, мы, в принципе, это своего рода курсы повышения квалификации однодневные. Такие фестивали очень важны, это настоящее творческое общение. Фестиваль начался с молебна святителю Павлину Милостивому, который считается небесным покровителем звонарей. Колокольный звон – это молитва в бронзе. Каждый удар в колокол – словно призыв на разговор с Богом, считают организаторы фестиваля. Господь сказал, не пристанно радуйтесь, не пристанно молитесь. Всякий удар в колокол призывает нас прийти к Господу и бороться с грехом. Праздник колокольного звона прошел под открытым небом. Звенящий звук больших и малых колоколов, мелодичные переливы на фоне буйств осенних красок. И все это рядом с шумной жизнью города. Колокольный звон, цимбалы и народное пение прекрасно дополнили самобытную атмосферу музея, народной архитектуры и быта. Праздник, который, по сути, создает традицию колокольных звонов. Вот мы пытаемся эту реконструкцию звонов, их демонстрацию осуществить на примере нашего музея, который располагает огромной базой. У нас 151 гектар. В фестивале приняли участие около 20 звонарей со всей Беларуси, а также заслуженный творческий коллектив Минского музыкального колледжа имени Глинки. Гостями фестиваля стали люди разного возраста. Пока одни зрители наслаждались выступлениями возле сцены, слушали музыку, пение и звон, другие прогуливались по просторам музея и даже катались в упряжке. А кто-то мирно спал на руках у родителей. Очень хорошо для нашей семьи и для детей в частности иметь такую возможность вырваться из городской суеты и прийти сюда, где природа. А природа – это, как мы знаем, естественное откровение Божие. И природа с колокольным звоном очень гармонично суетается. В завершении фестиваля все желающие смогли позвонить в колокола, чему особенно обрадовались дети. Они звонили так усердно, что звон не только поднимался в небо, но доносился эхом до самого города. Что же касается фестиваля, то традиция его проведения будет продолжена. Сергей Даримардарьев и портал Соборбай для телеканала «Союз».